Девушки отдыхают 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 И, наверное, скорее всего, не будет этих ответственных лиц, которые могут отвечать за боевые яды под названием новичок. И теперь вот исключают этот термин. Западу, конечно, хорошо, Запад далеко, чего не скажешь о нас, о казахах, об армянах, об кыргызах, о белорусах. Мы-то, в отличие от Запада, находимся близко к Кремлю. У нас таможенный союз, Еврозес, у нас свободное хождение товаров и рабочих рук. В данном случае интересно понятие товаров. Теперь любой коммерсант казахстанский, который себя уважает, который знает, что ему нужно, может поехать в Россию всеми правдами и неправдами достать этот боевой яд новичок. Ну а что, никто же не запрещает его продавать на территории России. Ну достал и достал, молодец. Привезти его на территорию Казахстана очень нужен товар, очень востребованный, я бы сказал. Назначить за этот товар любую цену, рисовать эти нули хоть до бесконечности можно на ценнике к этому боевому яду. Товар очень ходовой, товар очень нужный, товар востребованный в наше современное неспокойное время. И я думаю, желающих и приобрести, и привезти боевой яд новичок на территорию Казахстана найдется всегда предостаточно. Ну какие тут еще комментарии можно оставить по этому поводу, я даже не знаю. Наверное, кремлевские власти скоро дойдут до того, что придумают им маркировку к этим товарам, боевому яду, так же как к шубам, к молоку, к яйцу, к машинам, чтобы конечный потребитель был доволен качеством товара, а чтобы он знал, что этот товар произведен именно теми людьми, кем должен производиться. Это же нынче модная тема. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч. До новых встреч.